А сейчас об операции против террористов запрещенного исламского государства. Наш корреспондент Сергей Зенин находится на сторожевом корабле «Пытливый». Сегодня днём он наблюдал за пуском крылатых ракет «Калибр», которые из акватории Средиземного моря произвели российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино». И все цели, а это командные пункты, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой, поражены успешно. Мы идём на полные мощности. Сторожевой корабль «Пытливый» заходит в район боевых стрельб. Его задача – прикрывать подводные лодки военно-морского флота России. До того момента, пока они не произведут пуски по позициям ИГИЛ. На палубах «Пытливого» скрыта огромная мощь. Артиллерийский комплекс может вести огонь по противнику со скоростью 60 выстрелов в минуту. Серьёзное оружие, учитывая, что калибр снарядов 100 мм. На борту и два торпедных аппарата. И главное оружие корабля – комплекс «Раструб». В этих боксах по ракете одной достаточно, чтобы уничтожить чужие субмарину или боевой корабль. На корабле представлены универсальные комплексы вооружения, позволяющие нанести огневое поражение как воздушной цели, надводной цели, так и подводной цели, коим и является основное предназначение корабля. Это поиск слежения и уничтожение подводных лодок противника. Мы в нейтральных водах, и мы здесь не одни. В 7 милях от нас параллельным курсом идёт французский фрегат. И он здесь явно не случайно. Натовские корабли всегда в прямой видимости, но держатся на почтительном расстоянии. У нас боевые стрельбы, у них по сути учение. Пытаются определить точные координаты пуска ракет. Но у российских подлодок Великий Новгород и Колпино настолько тихий ход, что засечь их практически невозможно. И огненные свечи вспыхивают посреди моря неожиданно. Пуски из подводного положения. Ракеты «Калибр» ушли в сторону позиции ИГИЛ. Лететь им буквально несколько минут. А это уже видео, как говорят военные объективного контроля. Кадры с беспилотников. Удары по объектам международных террористов в районе города Мей-1 нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому Плаздарма ИГИЛ в провинции Дар-Изор. В группировке ИГИЛ в районе населённого пункта Мей-1 нанесён существенный урон как живой силе, так и технике. После успешных стрель подводная лодка класса «Варшавянка-2» всплыла на поверхность. Это один из самых современных проектов военно-морского флота России. По классификации НАТО чёрная дыра, потому что абсолютно бесшумная. Через несколько часов она погрузится в море, и её местоположение будет известно только нашему военному командованию.